Новорожденные проводят свою первую неделю жизни, адаптируясь к новой среде, а родителям приходится адаптироваться к ним, мучительно пытаясь понять, как же ухаживать за этим новеньким человечком и все ли с ним в порядке. Чтобы помочь мамам и папам, мы расскажем о первых семи днях жизни малышей. Внешний мир сильно отличается от маминой матки, где свет не такой яркий, температура постоянно наш ум приглушен. Вы можете помочь своему малышу привыкнуть к внешнему миру, подарив ему тепло, любовь, безопасность, внимание, а также множество объятий и улыбок. Внешний вид малыша существенно изменится в течение первой недели. Сразу после рождения дети немного похожи на инопланетян, а не на тех прекрасных и чистых младенцев с картинок. Что же изменится? Если голова новорожденного имеют форму конуса после прохождения через родовые пути или из-за родов с помощью вакуума, она будет округляться до более нормальной формы. Любые отеки вокруг глаз и лица исчезнут в течение нескольких дней. Пуповинный канатик высохнет, станет черным, а затем его отсекут в роддоме или же он сам отпадет. Обычно это происходит в течение первых 10 суток. Старяйте, чтобы пуповина была чистой и сухой. Если область вокруг пуповины выглядит красной или липкой, сообщите об этом доктору. У вашего малыша могут быть одно или несколько родимых пятен, либо сразу при рождении, либо позже. Родимые пятна распространены и обычно не требуют медицинской помощи. Но если родимое пятно беспокоит вас или если оно изменилось, рекомендуется проверить его у специалиста. Если на лице или к голове были синяки, например, после родов с помощью щипцов или когда крупный малыш проходил через не вполне соответствующего размера маминтаз, синяки исчезнут. Новорожденные с гематомами синяками подвержены риску желтухи новорожденных. Уточните у врача, что делать, если кожа на лице ребенка выглядит желтой и вы думаете, что это может быть желтуха. Главное основное правило лечения желтухи новорожденных – это достаточное количество грудного молока. Ваш малыш будет спать большую часть времени, просыпаясь каждые несколько часов, чтобы поесть. Новорожденные не могут спать всю ночь, у них крошечные животики, поэтому их нужно часто будить и кормить. Так что не вспоминайте поговорку «спит как младенец», сон младенцев, хоть и составляет большую часть суток, но не такой уж долгий и точно не глубокий. Большинство новорожденных кормятся каждые 2-4 часа, и за каждые 24 часа у них бывает около 12 кормлений. Иногда кормление может длиться до часа, особенно если малыш находится на грудном вскармливании. Младенцы обычно сами просыпаются для кормления, сообщают о голоде криками. Но некоторых может потребоваться разбудить для кормления, например, детей, которые сильно потеряли весе, очень маленькие или с желтухой. Скорее всего, пройдет какое-то время, прежде чем вы увидите закономерность или распорядок кормления и сна. Совет. Записывайте, когда и сколько малыш поспал и поел. Это поможет вам быстрее начать ориентироваться в режиме и подстраиваться под него, а потом и изменять его под свои нужды. Увы, действительно, возможная и безопасная для здоровья коррекция режима дня ребенка станет примерно в 3 месяца. В первые несколько недель маме очень важно следить за собой. Это означает хорошо питаться, заниматься посильной физической активностью, а также отдыхать, когда ребенок спит, что поможет вам наверстать упущенное время отдыха. Каждый новорожденный многому учится, хотя мы этого можем не замечать. Мозг младенцев растет и развивается по мере того, как они видят, слышат, обоняют и осязают окружающий мир. Ребенок будет непроизвольно сжимать руки в хватательном рефлексе и вздрагивать от внезапных громких звуков. У него также могут быть внезапные, резкие движения во сне, и это норма. Вы можете общаться с новорожденным с помощью голоса, осязания, зрения, обоняния. Нежное прикосновение, объятие, улыбка и взгляд передают важную информацию о месте ребенка в мире и помогают ему чувствовать себя в безопасности рядом с вами. Ученые США узнали, что особенный детский запах тела младенцев держится всего 6 недель, и он вызывает у молодых мам изменения в активности головного мозга, провоцируя прилив приятных эмоций и даже счастья. Какие-то проблемы со здоровьем являются нормой, а другие требуют врачебного вмешательства. Что может происходить с детьми первой недели жизни и когда нужно вызвать педиатра? Потеря веса. Для новорожденных нормально терять вес в течение первых пяти дней после рождения. Эта потеря не должна превышать 10% от веса при рождении. Большинство восстанавливают свой вес при рождении через 2 недели. Выделение из глаз. Если глаза вашего малыша стали красные, ресницы слепаются, нужно, чтобы ваш педиатр или детская медсестра проверили глаза ребенка на наличие инфекций. Сыпь на теле. У младенцев могут появиться различные виды сыпи, которые обычно не являются признаком серьезной проблемы. Кожа у малышей нежная, чувствительная, и она может реагировать на сухость, трение подгузника и контакт с выделениями, разными видами раздражения. Когда же обращаться за медицинской помощью? Не ест достаточно, например, съедает половину нормального объема или количество кормления в течение 24 часов или его рвет более половины из трех кормлений подряд. Мочит менее 8 подгузников в день, то есть писает недостаточно. Имеет бледную, желтую кожу, неровно, напряженно дышит, кажется раздраженным, вялым или очень усталым все время, или его трудно разбудить для кормления.